Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как подать объявление на виду, которое будет продавать ваш товар. Для начала у нас должна быть картинка нашего товара, то есть его надо будет сфотографировать. Далее мы заходим в галерею и ищем этот товар. Ну, эту картинку, допустим. Вот, к примеру, есть брусника, ягода. В принципе, не важно, что это у вас там будет, это может быть, там, вот, как у меня ягода, у вас это может быть автомобиль, бульдозер, там, все что угодно. Вот, фотография есть. Теперь, теперь далее что? Дальше, как на моем опыте это все выяснилось, очень хорошо идут показы. На тех картинках, на которых есть текст. Для того, чтобы текст нанести, мы заходим в Play Market. В поисковой строке пишем имшот. Английский мигук. Так, вот это приложение, мы его скачиваем, устанавливаем, оно бесплатное, и нажимаем открыть. А здесь нажимаем на фото. Выбираем то, что нам надо. Ну, вот, к примеру. И наносим текст. Вот здесь, внизу, нажимаем текст. И пишем. Продается брусника. Продается брусника. Далее, на следующей строке, что-то, то, что может привлечь внимание человека. К примеру, за заключительный Заключительный сбор от 20 сентября. Написали. Сейчас выровняем это все. Так. Так. Нажимаем на галочку. Далее, переносим наш текст, чтобы он был у нас по центру. Так. Даже здесь можно немножко отредактировать. Вот так сделаем. Вот. И где-нибудь внизу его вот так вот ставим. Все. И вот эти фотографии, на которых есть текст, они сразу очень выгодно отличаются от тех объявлений, от ваших конкурентов, у которых текста этого нет. Вот. И я заметил по просмотрам, по звонкам, гораздо больше появляется звонков, тогда, когда есть текст на картинке. Ну, все. В принципе, здесь текст мы нанесли. Вот так вот его поставили. Нажимаем сохранить. Это реклама, мы ее закрываем. Все. У нас сохранилась эта картинка в галерее. И дальше мы приступаем к подаче объявления на Авито. Что мы здесь делаем? Внизу нажимаем кнопку разместить. Выбираем, значит, наш профиль. Нажимаем добавить фото. Вот наше фото, которое мы сделали. Нажимаем продолжить. Ну, здесь у нас Авито чисто по фотографии уже автоматически пытается нам предложить, что это такое. Нам предложили, что это клюква. Нет, это брусник. То есть, здесь можно исправить. Нажимаем продолжить. Продукты питания. Да, продукты питания. Смотрите, здесь можно нажать, что вы продаете свое. Я продаю товар от производителя. Да, это будет стоить денег. Я плачу деньги на Авито. То есть, это не самая большая сумма. Будет объявление, стоит, ну, рублей, наверное, 35-40, я не знаю, сколько точно. Далее, очень важный пункт. Опишите товар. Вот здесь как делаем. Здесь делаем, чтобы текст был более сочный, мы добавляем эмоции. Ну, к примеру, вот так вот сделаем. И пишем. Продается брусника. Двоеточие. И далее, с каждой строки, тезисно. Текст будет небольшим. Но все-таки тезис должен быть. И тезис каждый тоже можно обозначать эмоции вот этими. То есть, я делаю вот так, к примеру. Можно сделать, к примеру, другим значком. Вот таким значком. Я обычно вот этим значком делаю. Еще вот этим тоже мне нравится делать. Так, и дальше я пишу. Дальше я пишу, что... Чтобы привлечь внимание, я пишу. Заключительный сбор от 20 сентября. Далее, следующая строчка. Также ставим эмоции. Ставим эмоции. Какое там дальше можно описание нам сделать? Написать ягода. Первая. Свежая. Вкусная, сочная, да? И точно так же надо описывать любое объявление. То есть, это я ягоду описываю. Если, допустим, автомобиль, то мы также пишем тезисно. То есть, с каждой новой строчки мы пишем там, если автомобиль, допустим, сигнализация, старлайн. То есть, там какая-нибудь модификация A11, B11. Или там еще какие есть сигнализации. Далее, допустим, свежая акустика. И все вот так вот тезисно. Новая резина и так далее, и тому подобное. То есть, неважно какой-то варш. Самое главное, текст должен быть сделан именно... Вот сейчас делают текст именно тезисного. Так, ягода спелая, свежая, вкусно-сочная. Это все понятно. Делаем следующий. Что тут еще можно написать? Место сбора. Место сбора. Место сбора. К примеру, там, Сковородинский район. Я продавал такую ягоду, которая именно со Сковородинского района. Она действительно очень ценится. Вот. Далее. Ну, еще пару в описании. И на этом достаточно. Потому что слишком большой текст, он нечитабельный. Такое вот последнее, что надо сделать, это... Побудить к действию. То есть, звоните. В наличии всего 8 вёдер. А, ну, конечно, я забыл указать цену. Да. Цена. Вот здесь сейчас укажем цену. Цена указывается, как правило, в конце, практически в самом конце объявления. То есть, как мы описываем самый товар, потом у нас предпоследняя идет цена. И в заключении мы пишем именно побуждение к действию. То есть, звоните, осталось мало, цена только на сегодня. Ну, вот что-то такое. Так, цена на 250 рублей за литр. И, допустим, так, цена 250 рублей за литр. Это делается для того, чтобы люди брали сразу в большом объеме. То есть, даже небольшая скидка, она все равно влияет на то, что человек будет брать именно 10 литров. То есть, если... Даже если я пробовал даже без скидки писать 10 литров 2500 рублей. И все равно, если указываешь, что есть вот это предложение 10 литров, очень многие клюют на это и берут сразу 10 литров. Ну, не все, конечно, но, тем не менее, это работает. Вот. Ну, и заключительный тезис. Звоните в наличии... Так, в наличии осталось... Осталось всего 8 ведер. Так, на этом все. Продолжить. Укажите цену. Указываем цену. Нажимаем продолжить. Укажите место. Место, в принципе, указывать... Ну, хорошо. Вот, Благовещенск. Да, место надо указать. Надо указать город, в котором мы будем продавать без этого никак. Все, нажимаем выбрать. Нажимаем продолжить. Здесь указываются наши контактные данные. И далее пишем разместить объявление. Вот, смотрите, поскольку я подавал объявление как товар от производителя, у меня есть, ну, такое предложение 47 рублей. То есть, если вы не хотите платить деньги, тогда вам надо было указать продаю свое. Опять же, эта функция сейчас на Авито действует далеко не на все товары. Далеко не на все товары. По-моему, автомобили уже стали полностью платными. Если это спецтехника, это точно будет платная. Если квартира, то, скорее всего, тоже будет платная. Но, в принципе, ничего страшного в этом нет. Все-таки через Авито я продал достаточно много товара. Поэтому заплатить 47 рублей, я считаю, это нормально. Нажимаем продолжить. И здесь, кстати, есть еще такая функция. Я ее тоже частенько пользуюсь. Не каждый день, но где-то раза в два в неделю я тоже пользуюсь. Нажимая именно до 10 раз просмотров. Это очень хорошая функция. Она действительно работает. Просмотров больше. И продается товар быстрее. То есть, я вот этой функцией тоже пользуюсь. Но, в принципе, можно и не пользоваться. Если вы не считаете нужным, то можно нажать продолжить без изменений. Вот эти все Excel объявления, выделения. Но выделения я вообще не считаю. Я пробовал, ничего особенного там такого нет. Там просто выделяется текст желтым. Опять же, мы текст уже написали на картинке. То есть, это уже привлечение внимания. Excel объявления, да, действительно смотрятся немножко поинтереснее. Но не так, чтобы... То есть, я не заметил, что сильно много звонков шло через Excel объявления. Поэтому, в принципе, здесь можно пропустить. Вот. Ну и все. В моем случае того. 47 рублей надо будет оплатить. И мое объявление далее поступит на Авида. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.